Мы с Рустамом зашли опять в небольшой ресторанчик, и он предлагает попробовать очень интересные какие-то блюда. Я такие не видел ни разу. Расскажите, пожалуйста, что это такое? Это нарен, бульон и лапша, собственно. И это национальное блюдо халем, под наврузовое, видимо, готовят. Пожалуйста, приятного аппетита. А вот что это? Лапша? Это мясо, лапша и отрубленное мясо. А, вот это бульон. А здесь горох какой-то, что-то. Это нут, 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 ага. Ну, давайте будем пробовать. Итак, сейчас я на площади Дружбы народов. Одна из центральных площадей Ташкента. Здесь множество интересных зданий. Есть памятник и главный флаг Узбекистана. Ну, понемножку пойдем снимать и показывать. Там вдалеке вот здание цирка мы видим. Знаменитый узбекский цирк. Здесь старые советские здания. И вот главный флаг страны сейчас развивается на ветру. Флагшток не такой большой, как в Таджикистане, соседнем, но тоже достаточно великий. Здесь фасад Театра Дружбы... Творца Культуры Дружбы Народов сейчас называется Дворец Истеков, если я не ошибаюсь. Если я правильно все понимаю. И памятник знаменитой семье. Ой, тоже боюсь ошибиться в фамилии, поэтому не буду говорить слух. Ну, не хочу никого обижать. Мне трудно даются тюркские названия, тюркские фамилии, имена. Семья эта знаменита тем, что во время войны усыновило 15, что ли, аж детей. Очень характерно для Узбекистана военных лет, многое здесь, многие сюда эвакуировали. И вот безвозмездно, от чистого сердца люди усыновляли детей, у которых не осталось родителей. И вот памятник такой семье. А таких семей было в Узбекистане немало. Вот они все ребятишки, которые получили кровь и душевное тепло в Узбекистане. Очень красивый и добрый памятник. Далее флаг. Он такой тоже впечатлительный, очень громадное полотнище. Здесь нигде нет таблички, я вам сейчас не скажу точно о его параметрах. Ну, можно будет посмотреть в интернете, кому интересно это. Здесь любят прогуливаться люди, но сейчас карантин. И по средствам массовой информации говорят, что лучше воздержаться от прогулок в людных местах. И несмотря на то, что сейчас Навруз, самый праздничный день в году, на улицах очень немноголюдно. Но это не мешает мне вести, продолжать вести репортажи из Узбекистана, которых будет еще немало. В том числе, буду пытаться проводить прямые эфиры тоже. Вот дворец Дружбы Народов. На нем символы искусств. Сейчас он тоже не работает, хотя в нем планировалось провести множество праздничных мероприятий. Но с проклятым коронавирусом все это дело сейчас приостановлено. Еще разок флаг. И этот короткий эфир я буду заканчивать. Смотрите, следите за моим каналом. Будут регулярно появляться как старые записи, записи, которые я сделал ранее, так и вот такие оперативные съемки из мест, где я нахожусь в данный момент. Спасибо, что подключились. Спасибо, что смотрите. Пишите, ставьте лайки. Задавайте вопросы. Я на них, если могу, отвечу, конечно. Пока-пока. Пока-пока.